Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, соавтор сайта Изба Вязали. Сейчас мы с вами вместе провяжем вот такой замечательный цветок брошку. Его можно вязать в комплект к вашей одежде, его можно вязать отдельно и пристегивать к своей одежде как дополнительное украшение. Если мы пришьем булавочку, то будет съемная брошка, если мы будем пристегивать ее ниточками где-то привязывать, то это будет брошка в комплекте к одежде. Ее можно стирать, ее можно сушить, то есть она не требует никакого дополнительного ухода. Как вы будете ухаживать за своей одеждой, так вы будете ухаживать за этой вязаной брошкой. Она у нас получается где-то 10 см. Если вы хотите брошку в 2 раза меньше, количество петель уменьшайте в 2 раза. Я вам показываю расчет вязания на вот такую вот брошку 10 см. Начинаем вязать. Дополнение к нашей косынке и детскому платью. Для вязания нужна пряжа. Поскольку у меня платье и косынка связаны из хлопка, и цветочек я буду делать тоже из хлопка. Из тех же цветов. Только буду делать основу уже не белую, а сиренево-розовую. Для контраста. Я выбираю количество петель для цветочка. Чем больше у меня будет петель в цветочке, тем он будет более насыщенный, набитый такой. Я не буду делать очень большую, поскольку у меня модель маленькая. Возьмем 90 петель. У меня 40 и 50. В общем-то этого достаточно. Начинаем либо сбросовой нитью, вспомогательной нитью набираете и оставляете открытые петли. Либо, если у вас машина, как у меня, можете набирать обвитием. Можно даже через иглу набрать для того, чтобы потом нам просто надо будет собрать подгиб, планочку. Поэтому начало вязания не очень важно. Начинайте так, как вам удобно. Очень много вариантов начала вязания у меня в обводном курсе, но сейчас мы пользуемся теми знаниями, которые у нас уже есть. Либо берете, обвиваете, либо начинаете со вспомогательной ниточки. Ставим все иглы в рабочее положение. И теперь такой момент. Нам мы будем делать подгиб. Подгиб предполагает симметрию. То есть я должна с двух сторон подгиб сделать абсолютно одинаковый, потому что он будет с фистонами. Это один из вариантов оформления такой. Фистончики будем сейчас с вами вязать. Простые фистоны. Для того, чтобы эти фистоны были красивые, естественно, подгиб должен быть симметричен с двух сторон. Поэтому я обязательно ставлю счетчик и буду смотреть, сколько рядов я провязываю. Рабочая плотность. На таком тоненьком хлопочке мы вяжем достаточно плотно. То есть у меня плотность стоит третья, но на некоторых машинах она может быть еще меньше, но на каких-то больше. Все зависит от класса машины и от ее особенностей. Раз, два, три, четыре, пять. Пять рядов. Давайте шесть, семь. Так, я провязала семь рядов. Записываю на бумагу схему вязания. Для того, чтобы не забыть. То есть я вот сейчас первую часть цветочка я могу делать, ну, скажем так, на глаз. То есть я вижу расстояние, которое я провязала, размер этого вязания. Если меня устраивает, я оставляю. Пишу, что у меня третья плотность. Семь рядов. Теперь беру отделочную пряжу, ниточку белую. И смотрю, какого размера я хочу делать пистончики. Я могу их делать очень свободными, то есть большие лепестки. Я могу их делать узенькими, то есть буквально через иголочку ставить. Все зависит от того, что я буду делать. Я возьму средние пистончики. Вот у меня есть линейки. Один к трем и один к пяти. В общем-то выбирать могу любой. Я возьму один к трем и просто оптом ставлю вот этой линейкой один к трем. Иглы в переднее нерабочее положение. Вот так вот. Три работают, одна впереди. Три работают, одна впереди. Отделочную нить. И теперь вяжу пистоны. Причем вязать я буду то, какого размера у меня будут пистоны, сейчас будет зависеть от моей машинки. Потому что некоторые машины накиды вяжут легко, некоторые очень капризно. Вот сколько машины сейчас у вас сможет провязать, столько и вяжите. Чем больше рядов вы провяжете, тем симпатичнее, тем красивее будет наш цветочек. Можно даже не считать, не главное вот эти 7 рядов, которые должна буду провязать для симметрии. И такой момент. Чем дальше мы будем вязать с вами накиды, тем хуже машина будет их держать. Поэтому навешивайте грузики тем, кому это надо. Если машина перестает держать, а грузиков не хватает, есть вот такие волшебные скрепки с гайками. Они помогут всегда. Безотказная конструкция, причем бесплатная безотказная конструкция, которая есть в каждом доме. Любой утяжелитель типа гайки и скрепочка. Навешивайте на все проблемные места, у вас вязание никогда не убежит. Так, вяжем столько, сколько выдержит наша машинка. Два. Три. Четыре. Чем больше рядов, тем насыщеннее цветочек. Пять. Шесть. Семь. Как только чувствуете, что машинке очень тяжело, прекращайте. Она может у вас просто, просто, все слетит и на этом закончится. Шесть, надавайте семь. Очень грубое вязание у хлопка. Я думаю, что семи рядов, в общем-то, будет достаточно. Белая пряжа мне больше не нужна. Продолжаем вязать основным цветом. Ставим в рабочее положение все иголки. Я тоже больше не нужна. Либо рычагом, если у вас машина с автоматической кареткой, либо руками, как у меня машинка ручная. Поэтому руками. Смотрим все язычки, чтобы они работали. И провязываем семь рядов, которые мы вязали до фистона. Рабочей пряжей. Меняем нитку в нитеводе, если у вас нитевод. У меня нитевода нет, у меня простая конструкция. Семь рядов на всех-всех иголках. Кстати, когда мы вязали фистоны, мы могли даже сделать плотность более рыхлую. Тогда эти фистоны будут не только рельефные, но и объемные. Три, четыре, пять, шесть, семь. Провязали. Вот там наши фистоны внутри. Их хорошо видно. Когда мы сложим пополам, мы их увидим. И теперь наша задача надеть открытые петли, которые у нас были в начале, либо протяжки на иголки. Мы соединяем вязание. То есть закрываем наши фистончики. Закрываем подгиб. Если у вас вязание было на вспомогательной нити, на грузиках, так эти грузики и оставьте, потому что они будут висеть на вспомогательной нити, не будут нам вытягивать цветочек. Это тоже важный такой момент. Потому что если вы сейчас грузики снимете, вам придется их навешивать на цветок. Он будет вытянут. Хлопок не сильно растянется, но если у вас вязание будет из каких-то более нежных ниток, это нехорошо. Здесь протяжки, видите, которые образовались, когда мы делали обвитие. Либо у вас есть свободные петли, открытые, которые были образованы после того, как вы делали набор вспомогательной нити. Все зависит от того, как вы начинали вязание. Поэтому вот эти вот петельки мы и надеваем на иглы. Делаем планочку. После провязывания подгибчика, ставим и надевания петель на иглы, ставим все в рабочее положение и провязываем основную часть цветочка. Несколько рядочков. Какой высоты мы хотим цветок. Десять рядов провяжу. Теперь такой момент. Я буду делать сборку цветка. Буду собирать его, собирать, собирать. Для того, чтобы мне было легче это делать, я могу сделать массовую пересадку петель. То есть я могу для того, чтобы меньше было сборки, пересадить часть петель на соседние. Вот хотя бы через одну. Это займет какое-то время, но зато у меня гораздо легче будет собирать этот цветок. Не будет огромного мешка. Просто через одну. Аккуратно это делайте, потому что вязание достаточно такое натянутое. Снимаем с одной иглы, насаживаем на соседнюю. Снимаем с одной иглы, насаживаем на соседнюю. Можно это делать не через одну. Можно через две, через три. Просто немножко облегчим себе задачу. При сборке цветочка. В общем-то еще раз повторю, что вот эта операция не обязательно. Кстати, цветы можно вязать и сверху вниз, и снизу вверх. Вариации разные. Есть цветы бокового вязания. Их много-много-много-много. Сейчас мы с вами пройдем один из них. Посмотрите, как это делается очень просто и быстро. Если вас заинтересует технология изготовления цветочков, можно придумывать, либо смотрите у нас на сайте идеи. Вариации очень много разнообразных. Итак, сейчас мы снимаем петли на соседней иголке через одну. Сняли все петельки. Ставим в рабочее положение из переднего иголки. Те иглы, которые мы поставили назад, остаются сзади. Провязываем пару рядов. Можно будет сделать сборку. Можно сборку не делать. Два ряда провязываем. Ну и последний ряд можно на достаточно приличной плотности. Вот у меня была троечка, я поставлю аж 5,5. Потому что сейчас мы последние петли, которые у нас получились, будем снимать на петлеуловитель. Или иголкой, или на петлеуловитель. Кому как удобно. Отрываем ниточку. Вот такую, чтобы можно было спокойно собирать. И как вариант сборки. Можно просто взять, вдеть иглу, и каждую петельку поддеть, и у вас все сядет на иголку. Можно крючком, можно иголкой. Вот я сейчас делаю иголкой для разнообразия. Я обычно это делаю крючком. Сейчас делаем иглой. Толстую иголку. У меня есть вот такие вот иглы. Видно, не видно вам? У них треугольное сечение. Очень удобно для вязания использовать. Дели. И теперь все петельки просто нанизываем на эту длинную иголку. Главное ничего не упустить. Недостаток в данном случае машины с платинками в том, что она все под себя подбирает, все вязание. Приходится каждую петельку из-под платинки вытаскивать. Но зато все остальное она держит хорошо. Вытаскиваем все петли и продеваем через рабочую ниточку. Так, достаточно простая работа, которая требует немножко внимания, чтобы у нас просто вязание не убежало. Так, надеваем. Осталась последняя часть. Цветочек можно подпарить, чтобы он не загибался. Смотрите сами, нужно ли это. Смотря с какого материала вы делаете. Так, быстренько последние петли. Главное ничего не упустить. На самом деле, если даже какие-то петли убегут, это не катастрофа. Все петли можно поднять. Даже поднять на уже снятом с машины вязание. Это в какой-то степени даже проще, чем на машинке поднимать. Перевернули лицом к себе и петлю ловителем подняли петельный столбик. Все. Сняли цветочек. Вот так это все получается. Можно его слегка подпарить. Можно не подпаривать. Видите, он в общем-то у нас никуда не уезжает. Вот наши фистоны отлично видны. Вот наше вязание, которое мы подтянем. Видите, оно очень хорошо ложится. Очень хорошо стягивается. Теперь убираем машинку и будем сделать сборку цветочков. Аккуратно. Вот эти вот ниточки, там где мы меняли цвет, смена цвета, мы можем просто завязать и убрать вовнутрь. Начнем сборку белой фистоны. Отлично видны. Убраны ниточки. Фистоны. Сейчас мы складываем цветочек. Так, вот что у нас получается. Теперь мы складываем нашу заготовочку, стягиваем ее. Видите, получается вот такой кружочек. Это первый кружочек. По аналогии, только меньшего размера вяжем еще три. То есть мы берем меньшее количество петель и меньшее количество рядов провязываем. Получаем два-три яруса. Вот делаем такие цветочки. То есть вот это самый большой ярус. Мы записали, что мы провязали 7 рядов подгиба и 10 рядов после него. Теперь вяжем те же 7 рядов подгиба, потому что меньше мы просто не наденем на машину. Но не 10 рядов после подгиба, а, например, 7 рядов. И следующие 5 рядов. И получится у нас три яруса цветочка. Вяжем по аналогии вот с этим вот, с этой заготовкой еще две, только меньшего размера. Можно, кстати, менять цвета местами. Здесь у нас основа была сиреневая буфа, фистонная, белая. Можно делать наоборот. Можно вводить еще какие-нибудь цвета. Можно чисто белый, чисто сиреневый. То есть это уже дело мастера, как вы будете оформлять. Но главное, что мы свяжем еще две полосочки меньшего размера и соберем объемный цветок.